МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Правящая коалиция в Молдове подходит только для противодействия России. Никаких реформ и продвижения демократии от нее ждать не стоит. С таким громким заявлением выступил глава национальной разведки США Даниил Коутс. Высокопоставленный американский чиновник, как и многие политические эксперты, придерживается мнения, что парламентское большинство продолжит сохранять видимость европейских реформ, чтобы отвлечь население от реальных проблем и всеми возможными способами удержаться у власти. Это заявление глава национальной разведки США озвучил во время своего выступления перед специальным комитетом по разведке Сената Соединенных Штатов. Очевидно, что спонсоры, если не материальные, то идеологически разочарованы в своих молдавских партнерах. Да и само упоминание Молдовы в столь высоких инстанциях звучит не особенно лестно для нашей страны. Итак, насколько имидж нашей республики подпорчен в глазах ее зарубежных партнеров и как глубоко мы вовлечены в геополитические процессы? Поговорим с директором Института дипломатических и политических исследований и вопросов безопасности Валерием Асталепом. Здравствуйте. Приветствую вас. Мнимые реформы, бесконечные споры на темы, такие как, на каком языке мы говорим, в какую сторону двигаться стране, при этом не меняя своих географических показателей, какова должна быть внешняя политика государства. Насколько все-таки это актуально для сегодняшней Молдовы? Вот этот, будем говорить, разброд и шатание на политических площадках, в парламентских выступлениях, в различных дебатах. И вот в участиях тех или иных ток-шоу мы слышим о том, что вечное перетягивание, будем говорить, так сказать, одеяло с партнеров или своих оппонентов. Даже смотрите, какая идет ярая попытка включения в основной закон Республики Молдова такой синтагмы, как евроинтеграция, то есть обязательно какое-то геополитическое направление развития внешней политики. При том, что, в общем-то, ни одна страна себя подобного или подобных ошибок не позволяет. Мы не едины в этом сне. И надо прекрасно понимать, что на региональном уровне происходят неожиданные, неприятные процессы для большинства политиков. Денег нет, но вы держитесь. Это касается не только Молдавии. Такие же процессы сейчас происходят во всем регионе. Мы видим, к сожалению, какие экономические проблемы есть у наших соседей, и у Украины, и у Румынии. Конечно, специалисты по пиару, политике могут писать в своих отчетах все, что угодно. Заходя на какие-то сайты или газеты, можем увидеть какой-то рост 10-20%. Можно писать все, что угодно. Но жизнь, если мы объективны и мы не лицемерим, вокруг нас тоже не улучшается нигде. И это, к сожалению, очень большая проблема. Мы не живем где-то на отдельном острове и отдельно от процессов. А если в нашем регионе, начиная от Украины, Румынии, дальше продолжается обнищание, именно так это называемая, продолжается массовая деградация и эмиграция, идет она в большом масштабе на запад, то ясно, что Молдавия автоматически попадает в этот водоворот. И серьезный уровень политического разговора в нашей стране, на мой взгляд, насколько я могу об этом вообще судить, сегодня он должен был быть исключительно о том, что делать в создавшемся положении, потому что это глобальная экономическая проблема. Эти процессы, о которых я сейчас сказал, они не на сегодня, не на завтра. Это еще десятилетия минимум. И серьезный политический разговор, если бы мы говорили с вами о серьезной политике, он должен был бы строиться между той реально маленькой кучей людей, и думающей в нашей стране, у которых еще осталась какая-то политическая экспертиза, как нам дальше быть, что делать в условиях вот этой создавшейся проблемы. Но вместо этого, ну это тяжело, это неприятно, это не так уж интересно. Намного легче рассказывать, как обычно, о русских танках, об угрозах, и, к сожалению для меня, еще больше усугублять эту ситуацию. Потому что я не верю, что если даже бы сегодня вся наша Академия науки, все наши политики стали искренне интересоваться решением этих вопросов, что результат можно получить раньше, через 2-3 года. Но если они сейчас это не делают, и я прекрасно понимаю, почему, и вы тоже, это предвыборный год, сейчас все, абсолютно все действия, и все заявления направлены на одно, у одних политиков на то, чтобы остаться у власти, у других, чтобы прийти. И все цели, то есть все действия направлены только на реализацию достижения этих, других нет. После выборов, какой бы результат ни был, еще год на то, чтобы либо опять там закрепиться, либо переформатировать, то есть следующие 2 года объективно, ну для нас абсолютно потеряны, но люди ждать не будут, и понятно почему. А также не будут ждать и эффекты тех ошибок, которые были сделаны до сих пор. То есть если кто-то не понимает, то если ты не работаешь месяц, то через месяц тебе будет хуже. Если мы не работали 10 лет и создавали эти все проблемы, то ясно, что в какой-то момент за него нужно платить. Причем в прямом смысле слова. Вот мы сейчас платим за весь этот дилетантизм, что все эти года нам раздували историю успеха, все эти шарики, которые лопнули, естественно. И третий элемент проблемы, который я вижу, что само общество объективно разделено, и решением было бы пытаться найти точки соприкосновения и откладывать в сторону то, что нас разделяет. Это есть еще и долго будет. Но вместо этого, в том числе с помощью политиков, мы дальше будем идти на обострение этих проблем. То, что вы с самого начала абсолютно правильно сказали. На каком языке, какая история, НАТО, Россия, ты куда и так далее. Вот есть такое наблюдение, что после развала Советского Союза, как утверждают, например, американские аналитики, это стало результатом холодной войны. Эпоха 90-х – это эпоха, когда на передовой мировых процессов вышли банкиры. В начало 2000-х политики победили банкиров и, как бы так сказать, навязали, будем говорить, олигархату или выжившему олигархату, поменявшего статус простых, будем говорить, если можно применить к ним такое слово «простой», такое определение. То есть поменяли свой статус денежного мешка на политика. Вот в начале 2000-х политики победили банкиров. Сейчас, будем говорить, идет, ну или завершается второе десятилетие, начало 2000-х. И объявлена война, скажем так, журналистам. То есть сегодня тем, кто несет, ну, будем говорить, информацию. Те, кто работают на распространение информации. В частности, вот то, что происходит в нашей стране, когда было принято решение ограничить вещание телеканалов, которые, ретрансляцию телеканалов, стран, которые не подписали конвенцию о трансграничном телевидении. Сюда подпадает, в том числе, и Российская Федерация. Многие кабельщики активно, я заметил, в кабельных сетях молдавских, подключали все, что можно. Даже все три версии телеканала МИР, хотя мы знаем, что по соглашению стран, то есть стран-содружества, я имею в виду СНГ, мы должны финансировать молдавскую редакцию, то есть этот канал, который обслуживает все страны СНГ. И тут непонятная ситуация. Вот я хотел бы понять, с кем и с чем дальше планируют бороться? Вот некое, будем говорить, теневое государство, или то, что происходит в тени, то, что не видно сегодня, то, что управляет реально ситуацией. Ведь, например, даже, будем говорить, опять же, к 90-м вернемся, банкиры появились благодаря либерализации экономики, благодаря тому, что говорили о том, что этот экономический путь самый правильный, поедайте друг друга вокруг, выживайте, в итоге появляются те самые крысы, которые спокойно питаются телом своих же сородичей. Мы прекрасно знаем, как ведут себя крысы, они покидают это место, чтобы не иметь контактов со всеми этим, будем говорить, тем, кто уже стал, будем говорить, крысоедом. У человека все гораздо хуже. Мы продолжаем стремиться к тому, что нам кажется, что вот этот путь стать богатым, успешным, это то самое нравственное, или пусть даже не самый нравственный путь, но это то, что нам хотелось бы вырваться в успешные люди, при этом мы недолго задумывались над тем, чем мы за все это рассчитаемся. Вот я хочу спросить, вот мне кажется, что цена потери информационного поля, потери получения информации извне, потери получения более широкого круга новостей, различных аналитических мнений, она, мне кажется, будет несколько даже несопоставима с финансовыми потерями, потому что практически люди, ведь так или иначе получат или не получат информацию, они сделают свой выбор. Но сегодня, вне зависимости от того, насколько ты информированный, как говорят, еще и вооружен, чаще всего эти, вне зависимости от информированности, граждане Молдовы голосуют ногами, то на запад, то на восток. Вот за сегодняшний свой день, на ваш взгляд, чем Молдова рассчитается в будущем? Я вас чуть поправлю, банкиры появились после распада Советского Союза в результате грабежа, потому что уже много лет прошло. Я так литературно пытался обозначить этот период. Мы честно можем сказать, что не могло быть иначе, так как в стране, в которой все было государственное, вдруг через две недели появились люди, и у которых оказались миллионы для того, чтобы стать банкирами. Это с какого перепугу? Куда смотрело? Сколько было схем, созданных? О БХСС. Ну, поэтому я и говорю, что это было только в результате грабежа. И не говорю кражи, а специально грабежа, потому что грабеж — это открытое хищение, когда это видно. Мы с вами видели открытым текстом, как то, что создавалось в течение двух поколений, общими усилиями. Это просто так за ночь сотни людей взяли и положили в карман. Ну, всех на виду. Хотя это принадлежало не им, и не могло объективно принадлежать. И это при том, смотрите, как массово мы не протестовали против этого. То есть, как бы соглашались? Мы находимся до сих пор, после 30 лет, мы находимся не просто в аморфном состоянии, такими мы парализованными, продолжаем быть. Мы просто с вами из одного поколения, те, кто нас сейчас смотрит, которому, к сожалению, как говорят китайцы, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Мы в нее попали. Это объективно. И если нас дурили в прямом смысле слова и в конце 80-х, в начале 90-х сказками про права человека, то лично для меня это выражение является синонимом глупости и мошенничества. То, что права человека появляются именно тогда, когда надо какого-то обдурить. В повседневной жизни я не вижу соблюдения прав человека почему-то. И не вижу, в том числе, большого интереса от международных структур к правам человека вплоть до того момента, когда им что-то надо. А потом они опять пропадают, исчезают. Лично для меня уже все, что касается вот этого словосочетания, то, что нам рассказывали после 90-х, к чему приведет количество людей, которые умерли в результате той политики, которая произошла после Советского Союза. И наши западные партнеры прекрасно знали, что делают. Но уже больше, чем наши потери во времена Второй мировой войны. Причем, я думаю, что в десятки раз. И кто-то хочет сказать, что никто не знал и не понимал, к чему придет такая политика. Тогда все знали, прекрасно понимали, участвовали во всем этом, поддерживали, поджигали. Можно сегодня документы есть в открытом доступе. Уже можно читать это все, как это происходило. И если вы разбили этот вопрос по десятилетиям, то то, что к 2000-м, скажем, появились уже люди, которые помимо финансового благосостояния стали мерить на себя еще и политическое прикрытие для того, чтобы, будучи богатыми, уже самим писать законы и, соответственно, диктовать правила, это самое главное, плюс запятая, не допускать других, то неминуемо приводит еще и к третьему этапу, о котором вы рассказывали сегодня. Нужно уже, так как реальность другая, нежели ее пытаются нам рассказать, нужно сделать так, чтобы рассказывали тоже о другой реальности. Плохих новостей быть не должно. Кто из наших телезрителей, постарше, хотя бы нашего с вами возраста, помнит и заглушки в СССР, и проблемы с голосом Запада, да, и так далее. Я помню период, когда старший брат к радиоле ухом принимал, слушал голос Европы. Запад нас тогда учил, насколько это позорно, и насколько плохо заниматься цензурой, и закрывать эфиры, и учил нас о свободе слова. Но сегодня они являются и главными, не только авторами, но и главными проводниками этой идеи. Вообще очень интересно, что существуют на земле люди, я не говорю, в каком статусе они, но они что существуют, которые как-то пытаются прожить за меня мою жизнь, которые считают, что они могут мне писать закон о моей жизни. Вот просто вдумайтесь объективно, какой депутат или просто человек в Молдавии, любой, может прожить за меня жизнь. И он может мне выбрать, он может мне выбрать, куда мне ездить, на каком языке разговаривать в 21 веке, какое телевидение мне смотреть. Он меня защищает, в кавычках. Мы тебя защищаем, чтобы ты не отравился, да, значит, токсичной информацией. Ну, это же абсурд, и мы это тоже понимаем. Но, отвечая на ваш вопрос, это третий заключительный этап, когда реальность настолько неприглядная, что самое главное, чтобы ее не показывали. Вообще, все, что касается этой розовой картинки, и в нашей стране, и в мире, в принципе, все повторяется. Сегодня мы вошли в этап ежово и ягоды, для тех, кто знает, когда ты колумбийский шпион, японский, а заодно еще и португальский. Вначале это говорят, а потом ищут, а каким образом тебя это привязать. А потом тебе там шантажируют, и ты должен подписывать любые бумаги, если не хочешь, чтобы было плохо. Это все уже было. Это все уже много раз было, и все это прекрасно знают. Мы дошли к этапу, когда марш по утрам, все должно быть красиво, розово, а все, что хоть как-то критикуют, и так далее, это уже тошнотворное влияние пропаганды, и все такое. Но это касается не только Молдавии, повторюсь. Это повсемирно. Президент США, в первую очередь, когда он стал президентом, он стал самой важной корпорацией в мире, обвинять в фейк-ньюс, и в пропаганде, и в лжи, и так далее. То есть, если это происходит в первых, главных, самых серьезных, в кавычках, демократиях мира, то, естественно, что мы недалеко от этого уйдем. И вот эти все процессы, связанные с журналистикой, с масс-медией, они будут приобретать, я думаю, в будущем еще более жесткий характер. Они не могут пока что все отключить интернет, хотя я уверен, что очень бы хотелось. Они не могут пока что, к сожалению, прямо практически запретить другие точки зрения. Это тоже бы очень хотелось. Но во всем мире будет сейчас происходить борьба, и вы правильно абсолютно заметили, за то, чтобы доминировала определенная точка зрения. А все остальные враги народа, опять это было, и в разных странах по-разному, но ты агент враждебного государства, страны и так далее. Я вчера участвовал на одной передаче, значит, ваш коллега анонсировал мое участие в этой передаче. Думаю, что человек 5-7 унионистов первым делом, значит, они тут что-то не сговаривались, у них тут же, значит, все другого мнения, у них тут же это все, агенты России и так далее. Но это же не просто человеческая глупость, я просто подтверждаю это, это абсолютно из той же оперы. Такие же люди, в свое время, возможно, их даже родственники, писали доносы Сталину, на имя Сталина, на НКВД. Вот точно такой же почерк, я знаю, что он там, это было, это сейчас, и, к сожалению, это будет еще продолжаться. Поэтому это те реалии, в которых, еще раз повторяюсь, это не только в нашей стране, это вокруг, это метод, который используется, как вы очень интересно расписали, банкирами, которые стали политиками, и которые сегодня не хотят принимать другую реальность, это повсеместно. Ну и судя по всему, в истории, в жизни мирового сообщества есть определенная цикличность, повторение тех или иных витков. Вот сегодня многие, опять же, утверждают, что идет какое-то повторение того, что когда-то уже было, а именно противостояние Востока и Запада. И, как правило, история, с одной стороны, нас учит тому, что ничему не учит, а с другой стороны, те, кто читает или изучал историю, внимательно вчитывался в исторические фолианты, он понимает, что есть определенные уроки, которые следовало бы извлечь всем и противоборствующим сторонам прежде всего, и уже включать, допустим, или сохранять, во всяком случае, режим такого дипломатического диалога между собой, чтобы сохранить буфер, для того, чтобы где-то как-то, ну, не знаю, развести, знаете, когда перестают говорить дипломаты, включаются уже пушки. И вот в этой ситуации достаточно напряженно чувствуешь себя вот гражданином страны, которая находится, ну, я вам скажу, вот опять же, если листать все эти исторические учебники, ты видишь, примерно представляешь и видишь, где находилась эта территория, что с ней происходило в тех перипетиях, вот в тех катаклизмах, сколько жизней уносили эти вот волны противостояния политического и геополитического. И вот сегодня мы наблюдаем очередное противостояние Востока, Запада, России и США. Понятно, что за 90-е годы с Российской Федерацией делались, ну, или вот, допустим, Советским Союзом с Российской Федерацией делали все, что хотелось сделать Западу, ослабить ее экономику, дефолт, затем уже, допустим, укрепление России сейчас стало таким неприятным сюрпризом. И, наверное, они понимают, что время уходит и надо что-то делать, нужно успеть догнать те шансы, которые открывались в 90-х. Но не случится ли так, что вот эта фаза станет настолько горячей, потому что ведь не секрет, что для тех, кто вынашивает такие сценарии, у них есть некая, будем говорить, подушка безопасности в виде, там, двух океанов, с одной стороны Тихий, с другой Атлантический, они не находятся на этой территории, они будут за нами наблюдать со спутников, с дронов, камерами в самом высоком разрешении, которым можно позавидовать телевизионщикам, и спокойно рассуждать, насколько успешна та или иная операция. Вот как здесь понять, как правильно позиционировать свою страну, чтобы укрепить региональную безопасность, не стать щепкой, знаете, в этом костре? Ну, мы уже стали, я думаю, что это уже всем очевидно, и можно ли это еще изменить? Теоретически можно, хотя будет очень трудно, и для этого нужны и в большем количестве люди патриотично настроены, именно патриотично настроены, потому что ситуация вокруг нашей страны, и вы абсолютно точно и правильно подметили, в каком качестве нас здесь пытаются использовать. Это просто вспышка будет в истории молодого. Ясно, что она требует и мужества, и профессионализма. У нас отношения с Россией строятся на основе какого основного документа? Договор о дружбе и стратегическом партнерстве. Он не только подписан давно, он еще и недавно продолжен. Подписывал его некий Лянка. Еще раз повторюсь, договор о дружбе и стратегическом партнерстве. А в Конституции написано будет, что европейская интеграция является стратегической целью. Так, а где стратегическая? Давайте напишем стратегическая со всем миром. Я бы вообще за это. Ну, сам вот, например, нейтралитет, статус нейтралитета. Юмором об этом говорю, потому что ясно, что как мы соблюдаем стратегическое партнерство с Россией, так у нас европейская интеграция будет стратегической целью. Точно так же, как и статью о нейтралитете. И Конституция, и новые законы, и большинство наших отношений с нашими соседями, они являются предметом индивидуального торга со стороны политиков. То есть, как выгодно, исходя из сегодняшнего дня. Будет выгодно, завтра вообще может перевернуться сразу, мгновенно, радикально. Нет, будет вот там ухудшение и так далее. Вот сегодня вышла статья о стратегическом партнерстве президента Порошенко с Украиной, с Приднестровьем. Вот где-то, может быть, читают, тоже очень интересно посмотреть. Ну, я-то с юмором вообще всегда к этому отношусь, имея в виду позицию Украины по отношению к этой проблеме 20 лет подряд. Вот все принципы, которые нам они официально говорили, что это должна быть позиция, решение Приднестровского вопроса, почему-то они к своей проблеме вот эти принципы применять не хотят. Значит, в последнее время якобы позиция поменялась, якобы. Но на самом деле, вот почитайте сегодняшнюю статью, ничего не поменялось, все там хорошо у всех, как и было. И я думаю, что по отношению к экономическим интересам, связанным с Российской Федерацией, то так же у многих наших коллег из Украины ничего особо не поменялось. Все так же хорошо там. То есть, сквозь призму выгоды и личного интереса. Я специально привожу этот пример, чтобы было понятно, что во главу угла мы сегодня видим не какие-то идеологические, в принципе, я уже устал смеяться над борьбой за права человека. А что, в России не капитализм? У нас не капитализм, в США капитализм. Такой же везде. Права человека и свобода слова о чем отличается, в какой стране? Ну, у нас есть запреты. В России запретов я не слышал, в США тоже, да. Вот мы самые прогрессивные, вот у нас запреты. Но между ними, когда говорят, что они там борются, где нет коррупции? Везде есть коррупция, на огромном уровне. Причем, чем страна выше, тем это там более интересные скандалы есть везде. Даже мною столь любимой Германии иногда, когда слышишь, какие-то проблемы, там серьезно, на миллиарды тоже. То есть, коррупция есть везде, поэтому вот то, в чем обвиняют сегодня Россию, якобы есть черное, белое, хорошее, плохое. Но это зеркальное отражение, то есть, если вдуматься серьезно, с ней в кавычках воюют, а непонятно за что. То есть, те же проблемы есть и у вас. Да, самое важное, что мы видим, это то, что они боятся, что Россия нападет. Я, у меня тоже есть фобия, воюют, что ночью ко мне прилетят с Марса. Уже 40 лет, никак не прилетают. Ну, это незачемо. Мне купить танк у НАТО, потому что я боюсь, прилетят с Марса. Опять же, неизвестно, что лучше. Ведь смотрите, в Сирии подбили F-16 российским комплексом С-300. То есть, как раз говорится о том, что неприкасаемых в, так сказать, военной технике сегодня называть что-то, какой-то элемент обороны или нападения Да, и чтобы просто завершить эту мысль, потому что вы задали очень серьезный такой вопрос. Конечно же, роль Молдавии в этом всем противостоянии, она очень незавидная. Потому что у нас некоторые страны, которые в этом используют, они хотя бы, как это цинично не звучало, они хотя бы продаются, но хоть не так дешево. Я, конечно, не сторонник продажи и не сторонник там отдаваться, но хоть не так. А с нами просто как с африканской страной поступают. И это факт. разбитое зеркало. Потому что я не вижу, где находятся сегодня наши реальные экономические дивиденды от какой-либо политики. Вы называйте как хотите. Про-американское, про-российское, про-румысто, как хотите, так и называйте. Но от любого вида политики должны быть какие-то дивиденды, связанные с интересами страны или государства. Правильно? Ну а где они? В чем они выражаются? Я вот это никак не понимаю. Ну вот в связи с этим такого вяжем вопрос. Вот если говорить о дивидендах. Сегодня, смотрите, ну вот так вот подергиваются либеральные партии в отношении объединения с Румынией. Объявляют различные там конкурсы, кто быстрее подпишет заявление там по Аунире и так далее. Здесь какие-либо дивиденды просматривались бы в случае, конечно же, так сказать, благоприятного для этих либеральных партий, которые ратуют за объединение двух, как они говорят, румынских государств, просматривались бы какие-либо экономические дивиденды и либо наоборот антидивиденды? Насколько сильны и влиятельны унионистские силы Молдавии, мы видим по тому, насколько они могут представить хотя бы одного внятного политика, который бы представлял их силы. Кто является самым авторитетным лидером унионистов в Молдавии? Ну, не знаю, сам румынский президент или вот глава местных либералов? Они импортировали политический труп из Румынии для того, чтобы возглавить труп здесь. Я имею в виду политический проект. Есть рядом значит, кто-то там бродит, якобы что-то можно сделать, но уже все прекрасно понимают, что даже этот проект, он тут же умер. Я говорю в принципе без обид, но если весь унионистский проект в Молдавии настолько силен, что вы даже не можете выдвинуть местного лидера, любого, но они же не могут. Либералов сегодня не существует, и вы это тоже прекрасно знаете. Других каких-то унионистов я вообще не слышал, да и из этих такие унионисты были, как из меня. Ну и все, а кто еще есть? Вот они, как я говорю, импортировали этот политический труп, но он что-то здесь бегал, ходил, участвовал в каких-то передачах. Он встречался с молодежью. Два-три раза он это проделал, надоел всем, уже больше никто его не приглашает, я думаю, что на этом лавочка закрылась. Хорошо, тогда насколько влиятельна изнутри натуральная это сила? Нисколько. Это то, о чем я говорю очень много лет, что унионизма как силы или как настроение в Молдавии почти что не существует. Ну это два-три процента каких-то пострадавших психологических товарищей, которые там ненавидят все русское, все советское и все такое. При этом всю жизнь получали, если посмотреть внимательно от этих деятелей, именно они-то получали дивиденд от Советского Союза. Это отдельный разговор. Но это факт, что в Румынии это тоже не скрывается. Никаких я секретов сейчас не раскрываю, что в Румынии на государственном уровне есть интересы к этой территории. Не к людям, а именно к территории. Они издают учебники, они финансируют организации, они финансируют прессу. То есть идет политическая обработка, чтобы может быть когда-нибудь. Кстати, одна из редких мыслей, которые я слышал у Басевского, это когда он недавно с печалью признался, что надо быть объективными раньше, чем через 25 лет, никаких результатов в этой области быть не может. Хоть я понимаю, о чем он в данном случае. Это еще при хорошем стечении для них обстоятельств, тогда можно о чем-то говорить. Но уровень манипуляции, уровень дезинформации, вранья, профессионального надо признать, целенаправленного, финансы, которые направляются на идеологические диверсии, со стороны румынского государства он огромен, он присутствует. И это просто в этом заключается, на мой взгляд, недружественное поведение Румынии к нам. У меня, я не так часто говорю, особенно по телевидению, что-то из моего дипломатического прошлого, но вот иногда по прошествии времени. У меня был один очень любопытный разговор в 2008 году с одним из руководителей румынского МИДа. Я был в Бухаресте по моей инициативе, и я сказал, хотите, я вам честно скажу, что надо сделать, чтобы вырос престиж в Румынии и Молдаве, и чтобы мы к вам относились совершенно иначе, чем мы относимся сейчас и будем. И я сказал этой женщине, что если вы прекратите, но так, чтобы мы искренне это почувствовали, относиться к нам с территориальными претензиями, пытаться нас дурить, влезать в нашу культуру, идеологию, строить из себя великого брата, а будете искренне вести себя как партнера и с уважением, я сказал, что лет через пять вы можете объективно превратиться в очень серьезного партнера нашей страны. Если мы начнем с того, что мы подумаем о том, как обустроить наши таможни, чтобы они были цивилизованными, чтобы мы друг к другу, проезжая таможню, чтобы это занимало одну-две минуты, как между Австрией и Германией. Вот это я понимаю цивилизации. И не надо называть это братством. Это цивилизация, это 21 век, мы же не живем в 19-м. Если мы подумаем, каким образом жизнь, трудоустройство в Молдавии для вас, для молдаван в Румынии, какие-то процессы, которые нас совместно и проекты интересуют, но все на уровне двухсторонних отношений и с уважением, я так и сказал, вы через пять лет это будет совершенно, и вы будете иметь в лице таких людей, как я, одних из главных сторонников и сближения. на что был ответ. Но мы не можем это сделать. Это любопытно, почему? И мне показали один документ, там была такая папочка, потому что это было в контексте разговора, я пытался понять, у меня очень умная собеседница, хочу сказать, я ее очень уважаю до сих пор, я ее спрашивал, почему вы не подписываете с нами договор о границе, базовый договор, и она мне показала документ, вот были две такие папочки, и там была резолюция БССКУ, никогда не подписывать, она сказала, я согласна с вами, но мы не можем это подписать, потому что это политическое решение, и не признавать ни границу, ничего. Я благодарен за, так сказать, за откровенность, но я вам просто объясняю сегодня, каким образом и почему в том числе строится это противостояние, потому что Румыния, вместо того, чтобы финансировать здесь эти неправительственные организации, бессмысленные, на мой взгляд, и для них, и для нас, эту прессу, которая занимается ну тотальной дезинформацией, ну просто омерзительно, что они делают, вместо этого, если бы эти же деньги были направлены на те проекты, о которых я вам сейчас сказал, на то, чтобы мы видели другое отношение, социальная структура, вот эта инфраструктура по газу, ну давайте хоть что-то делать, помимо этих братских встреч, совместные там встречи правительств, парламента, сколько их там было, каждые два месяца приезжают, ну хорошо, и результат хоть один, дайте пощупать, в чем он заключается, но этого нет и быть не может, потому что отношения не искренние. Ну понятно, почему именно БССКу вот распорядился именно таким образом, понимаем, что за избранием Трена БССКу в свое время, я так полагаю, торчат уши Газдепа и, в общем-то, американских спонсоров, ведь с этим это связано и выдвижение, и приближение, будем говорить, НАТО к границам Российской Федерации, или к границам бывшего Советского Союза, а теперь они уже и за границей бывшего Советского Союза, если говорить о Прибалтике. И вот в связи с этим, ну ведь много раз говорилось о том, что когда Германия, ФРГ, ввела переговоры с президентом Советского Союза, с Горбачевым, о том, что вот наконец-то совершился тот самый аншлюз, то есть объединение двух немецких государств, обещалось то, что, в общем-то, Запад не будет выдвигать свои какие-то, или придвигать свои вооруженные силы к границам Советского Союза. Много об этом писалось, сейчас как-то странная такая риторика, что не было никаких обещаний, и, в общем-то, Запад ничего не нарушает, поэтому экспансия НАТО в страны бывшего соцлагеря, сейчас ведь можно найти НАТОвские войска в странах, которые входили в Варшавский договор, который был таким поясом безопасности социалистических стран. Сейчас НАТО у нас фактически в нашей столице присутствует в виде информационного центра и, может быть, еще каких-то структур, которых нам еще неизвестны. И начинаешь задумываться над тем, зачем тогда все нужно было, зачем нужно было противостояние всех держав. Ведь убеждали, поколениями, люди убеждали о том, что, будем говорить, Советский Союз не столько легитимен, как, например, все другие державы, потому что был построен, опять же, на разрушении прежнего мира, свежение монархии, убийство монархической семьи, затем сталинские репрессии. В общем-то, наверное, где-то эта риторика поутихла при Брежневе, когда был, помните, период разоружения, говорилось очень много о каких-то хельсинских договоренностях, Леонид Ильич достаточно выглядел миротворцем в этой ситуации. Ситуация потом, стало несколько меняться при Андропове, а при Горбачеве, которого называла Маргарет Тэтчер единственным советским политиком, с которым можно разговаривать, ситуация стала ухудшаться экономически, при видимых, каких-либо, казалось бы, политических дивидиотах Советского Союза, но тем не менее, вот сегодня мы осознаем, что, в общем-то, находимся в поясе недружественном к России, и мы наблюдаем какие-то, будем говорить, ну, опять же, действия, наблюдаем действия, которые, ну, несколько, ну, мягко говоря, вызывают вопросы. Вот как, например, буквально вчера, да, заявление прозвучало министра обороны Молдовы о том, что выделили 11 миллионов долларов США на приобретение, так понимаю, летального вооружения, радостно так сообщается для страны, которая придерживается нейтралитета. Мне кажется, лучше нам вооружиться просто этими Библиями и говорить, что, ребята, давайте будем жить мирно. И вот в этой ситуации мы попадаем в такую воронку, которую, ну, не знаю, готова, знаете, поглотить и либо наоборот разогнать нас до степени, ну, не знаю, вот такого яростного янычара чьих-то чужих интересов. Вот сумеем ли мы из всего этого вырулить? Вот как вы думаете, при тех вот политических раскладах, которые сегодня существуют в Молдове? По поводу расширения НАТО и 90-х годов, существует ли в мире справедливость неподкрепленные силы? Как вы думаете? Я думаю, что ответ очевиден. Ну, кто силен, так сказать, у кого больше прав, тот и прав. Совершенно верно. Мы показали себя слабыми. и все надеялись на милость того, кто якобы должен был нас пощадить. В животном мире есть такой аналог, знаете, сурикаты, они всех так радостно встречают, а потом становятся кормом. Совершенно верно. Вот это произошло в начале с Советским Союзом, потом с Югославией дали по тексту. То есть, все, кто показали себя слабыми, кто не смог защитить свои интересы, их постигла соответствующая судьба в цепочке, которая не пищевой цепочке, назовем ее так, которая не является ни для кого секретом. То, что где-то к середине 2000-х известная речь Путина в Мюнхене в 2007 году, когда он заявил, кстати, на днях опять будет эта конфиденция. Вы думаете, что вы делаете? Когда он предупредил о том, что будет противостояние, если будет тенденция к монополярному миру, дальше пришел ответ. Дальше пошло-поехало. Восточное партнерство, Северная Африка, ну и все такое. Вот вокруг, сейчас по периметру, как вы правильно заметили, идет укрепление военной составляющей, скажем так, отношений между Западом и Россией. Пока что Россия ведет себя соответственно, Запад вынужден считаться с военным потенциалом. Произошло это столкновение в Сирии, где, давайте не будем заниматься подсчетом тактических очков, кто там выиграл. Пока это и рано, и, по-моему, так не очень корректно. Но, скажем так, во всяком случае, Россия и ее интересы там не пострадали. я имею в виду проекты нескольких серьезнейших газовых новых трубопроводов, то еще посмотрим, то, что на севере Германия уже также говорит о том, что у нее есть интерес к северному потоку. Я не знаю, что наши украинские друзья собираются делать через пару лет, в качестве кого они, что касается газа, именно будут себя представлять. активно изыскивать свои территории. Искренне не понимаю, когда они перестанут быть транзитной страной. Это будет сегодня, завтра, в прямом смысле слова. Кстати, наша судьба в этом смысле отдельный разговор. Наверное, будем брать Румынии, тот же русский газ. Хотя, смотрел, что Венгрии тоже подключились и неспроста. Поэтому, ничего нового я не открою в политологии, если скажу, что государство, которое не умеет профессионально, грамотно и по-бойцовски защищать свои интересы, но им будут постоянно пользоваться. В нашем случае я знаю только один конкретный период, когда мы более или менее, где-то тоже в середине 2000-х, как-то стали или попытались укрепить свои государственные институты защиты государственных интересов. Это были первые попытки, скромные, со своими ошибками, но они быстро тоже закончились. И одной из главных проблем, помимо политической воли, я сегодня вижу для Молдавии и в перспективе следующие 5-7 лет, это, естественно, человеческий ресурс. Если даже сегодня теоретически захотеть и была бы политическая воля, а откуда? Ну, откуда у нас такое количество серьезных профессионалов в той или иной области? Если мы не лицемерим сейчас, я не министр, слава богу, но этим руководителям я не завидую, я же понимаю отлично, с каким контингентом они вынуждены работать, да мало что умеют. Ну, так, бумажку со стола на другой, там, что-то написать, приготовить какой-то визит, да, но стратегического мышления, критического. Опять, есть одна проблема, касающаяся политической культуры в нашем государстве, у нас же совершенно не любят и не принято в государственных структурах, в том числе, слышать неприятные разговоры и другое мнение. Я начальник, ты дурак, это никакой новости нет, это не сегодня, это всегда так было. То есть, слышать от подчиненных и вообще устраивать форматы, где идет критический анализ событий, ну, вы представляете, о чем я сейчас говорю? Чтобы в наших министерствах сегодня собирались и говорили нелицеприятные вещи. Вот в каком мы состоянии, вот что надо делать, вот эта политика неправильная, вот вы себе представляете, что был такой формат? Нет априори, потому что начальству это неинтересно. А если бы даже, предположим, что и было бы, ну, а кто? Если там другие вопросы решаются в кавычках, да? И вот в этом я вижу серьезнейшую трагедию. Мы же говорим с вами о перспективе, как сейчас мы уже прекрасно понимаем. Завтра, послезавтра, после выборов и так далее, даже если был бы клич, его не будет, он может быть частично. По определенному сценарию, то что все равно я думаю, что после выборов сейчас не будем, конечно, об этом говорить, но определенные акценты будут смещаться и во внешней, и во внутренней политике. Но кадровый ресурс сейчас нужно днем с огнем, и правительство, и министры, они просто обязаны искать оставшийся потенциал, и не обязательно за деньги. Я имею в виду, что не всегда главная проблема, они тоже нас пытаются иногда дурить, вся проблема в деньгах и так далее. Профессионалы, интересные люди, они видят перспективу, и они будут работать даже за эти копейки, если они видят перспективу. А если они ее не видят, то туда хоть дать ему 100 тысяч лев не пойдет, если он понимает, что это в другую сторону. И вот пока не поймут наши политики это, что что-либо можно менять только посредством профессионалов и качественных человеческих ресурсов, а не какой-то мнимой лояльности. Тоже проблема многих руководителей, они считают, что они могут опираться на тех, только кто лоялен. Да лояльность, особенно в Молдавии, она абсолютно фиктивна, у нас же предатели на каждом шагу и везде. Это привязка полностью к деньгам просто. Совершенно верно. И как только там пошатнулось кресло или так далее, он уже раз и в другом месте. Вот эти перебечки со всех сторон просто доказывают эту ситуацию. Это факт. Поэтому кадровая проблема это, наверное, это самое главное, которое нас ожидает. Да, ну вот под занавес последний вопрос, он уже такой более локальный. Вот в контексте всего, что мы сегодня с вами нам удалось обсудить и, так сказать, открывать вот эти вот ящики Пандоры. Приднестровье, как оно может сыграть во всем этом? Вот смотрите, проходило, ну, проходит уже обсуждение достаточно как-то активно. Формат ОБСЕ поменяли на общение на площадке в ПАСЭ. Происходит, ну, вот не так давно объявили, что да, будем делать уже номера для транспорта, зарегистрировано на левом берегу Днестра. Вот, какое-то движение происходит, оно, насколько оно внятно, понятно и перспективно с точки зрения, будем говорить, мирного объединения, сосуществования и соприкосновения двух, вот, наших общностей, развивавшихся, развивавшихся сейчас как-то параллельных мирах, правый берег и левый берег. Люди, мы-то знакомы, мы общаемся, но условия жизни были несколькими разными, потому что другая денежная единица, другие законы, другая система координаты выживания. Сейчас мы начинаем сближаться, вот какова перспектива этого сближения, сколько оно пройдет, на ваш взгляд, комфортно и пройдет ли это все, не станет ли таким элементом, ну, будем говорить, напряжения в регионе. Я скажу сегодня очень нелицеприятную вещь. Я вижу, как много раз уже говорил, очень большие перспективы начала реинтеграции нашей страны уже в этом году, но всегда я ставил одну запятую и говорил, если кто-то не сунет свой хвост туда. Я сегодня и подтверждаю этот прогноз, но и могу сказать открыто, почему я сказал, что это нелицеприятно. Я верю, что некоторые наши западные коллеги хотят решения этого вопроса, но проблема в том, что они хотят, что было, как хотят они. А решение Приднестровского вопроса, в наших интересах, молдавских, государственных, оно входит в противоречие с тем, что хотят они. Потому что в наших интересах, чтобы это было мирно, чтобы это было спокойно, и Молдавия осталась нейтральным государством, не на словах, а на деле. Это потребует сил и не меньше 10-20 лет. Это так. Но ни о каком НАТО и ни о каком западном зонтике здесь речи быть не может. А это, к сожалению, многих наших коллег оттуда, в том числе из военного блока, не устраивает. И поэтому, еще раз повторяюсь, у нас есть все шансы и все перспективы, чтобы этот процесс начался практически в этом году и уже после выборов, чтобы это имело вообще другую скорость. Но боюсь, что в том числе вот эта активизация с летальным оружием, центрами НАТО. Наша коллега с... Не знаю, можно называть какие-то каналы у вас? Мы просто говорим на одном месте. Наша коллега из одного из... Юлия Федорова. Она недавно разговаривала с американским послом. Интересная передача была и вот она говорила про центр НАТО. Я бы задал вопрос, господин послу. А для чего центр НАТО в Кишиневе составляет списки людей, которые выступают на телевидении и классифицируют им по категориям кто за кого? Вот вопрос в 21 веке. Вам это для чего? И вы почему платите деньги для этого? Чтобы с этими людьми делать что? Это разве мирно? Это... Вы, наверное, премии собираетесь им выдавать? Когда разделяете. Друг действительно поделится. Я знаю, какие премии они собираются выдавать. Я просто привел этот пример, потому что вот очень желательно, конечно, в этом процессе международного решения очень важно, чтобы участвовали все заинтересованные игроки. И США, и ЕС. Совершенно. Но в наших интересах, чтобы эта проблема была решена мирно и чтобы мы остались нейтральной страной. Не получится офис НАТО в Приднестровье, в Тирасполе и в Кишиневе раньше, чем через 20 лет, чтобы мы воспринимали эту организацию скажем так, спокойно и мирно. В том числе из-за тех примеров, которые я вам только что привел. Но не верю я в вашу искренность. И слишком хорошо мне уже не 20 лет. И слишком хорошо я изучил и ваши методы, и ваши результаты. И не верю. И вот эта дезинформация, ну, мы помогаем пестициды, помогаем... Это заканчивается разговорами о летальном оружии, которого никогда здесь еще не говорил и применять против кого. Поэтому, когда я сказал про нелицеприятное, я думаю, что я обозначил четко свою позицию. Спасибо вам большое за обозначение позиций, за возможность, ну, знаете, такого просветительского характера беседы, потому что, мне кажется, с нашим зрителем это крайне интересно и дает возможность расширить кругозор восприятия проблем, с которыми сталкиваемся. Вы смотрели программу «Персональный акцент» у нас в гостях был директор Института международной безопасности и политических исследований Валерий Асталеб. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Валерий Асталеб